Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Пойдём в кино. Ну что, вот такой эпичной заставкой, я думаю, что можно продолжить. Это пятничное утро в 8.03 в Екатеринбурге. Это точно и местное, как говорит мой коллега Андрей Белоусов. Ну а в гостях у нас Алексей Ворожцов, директор сети кинотеатров «Синема». И поговорим мы вообще о кино. Доброе утро, дорогие друзья. Континент «Синема». Континент «Синема». Прекрасно. Ну, это важно. Это важно. Как и кино, собственно, важно. Слушайте, давайте сразу с места в карьер. За время пандемии мы немножко подошалели без кинофильмов, без шедевров, без кино, без всего. Настька вон, она уже с горя перекачала всё, что можно. Ходит, ворчит, говорит, у меня ломка, хочу в кино, хочу, чтобы кресло, хочу, чтобы было хорошо. Какие вообще премьеры нам ожидать? Какие меры безопасности у вас приняты? И вот об этом, обо всём по порядку давайте поговорим. Начнём, наверное, с премьер. Что интересно... Ну да, сегодня пятница, то есть все планируют выходные. Почему бы действительно не сходить в кино, чтобы кресло, чтобы удобно, чтобы поп-корн... Да-да-да, потому что некоторые, наконец, обзавелись вторыми половинами. Настька уже третий. Поэтому вы понимаете, что тянет к искусству-то? Тянет и нас. В общем, прежде всего, я хочу вас пригласить на следующей неделе, 21 октября, к нам в кинотеатр «Континент-Синема», потому что у нас состоится предпоказ фильма «Доктор Лиза». А мы придём. Да, это фильм о Елизавете Петровне Глинка, наш врач-реаниматолог. И, в общем, мы привлекаем Министерство здравоохранения, журналистов, и хотим поделиться вот таким чудесным фильмом. Ну, популяризировать каким-то образом его, да, и пригласить в кино. Но это у нас речь про следующую неделю. Про следующую неделю, да. Да. Так, на карандашик взяли в эти выходные. Не в боготу ведь. На этой неделе у нас вышел боевик с Джеки Чаном «Авангард арктические волки». Класс. Всем поклонникам творчества Джеки Чана. Да, вот это вот всё будет, да, вот. Всё. И дверь ногой, ну, как Джеки Чан любит, да? Совершенно верно. Неудавшиеся моменты. Конечно же. Это его, да, исторические, как бы... Фенька такая. Совершенно верно. «Гипноз» выходит с Максимом Сухановым. Это наш отечественный психологический триллер. Ого, вот-то я пойду прямо. Выходят «Парадоксы» с Гошей Куценкой и Любой Толкалиной. Это дуэт, который мы знаем ещё со времён антикиллера. Кстати, Гоша Куценко выступил и в роли режиссёра этого фильма. О, как интересно. Для тех, кто любит ужастики испугаться, у нас «Проклятый дом 3». Так. «Чудо-детки, непутёвые волшебники» — это вампирская семейная фэнтези. Ух ты, вампирская семейная фэнтези. Класс. Да. И завершает прияду новинок экстремальная работа. Это «Корейский боевик». Слушайте, ну и это всё новинки. Это всё новинки. Класс. Ну, слушайте, достаточно много ведь. Потому что мы же чего боялись, когда кинотеатр откроют, что не будет премьер. Потому что и процессы съёмок, и процессы монтажа, они все приостанавливаются, как многие процессы во время пандемии. А мы уже заелись, нам подай. Совершенно верно. Фильмов очень много. Но в репертуарном плане отсутствуют громкие голливудские премьеры, которые и мы все ждём, и кинотеатры ждут. Которые собирают кассу. Которые собирают кассу и дают нам возможность, как говорится, свести концы с концами. Сейчас очень много нашего отечественного контента. Например, на следующей неделе, помимо «Доктора Лизы», мы ещё выпустим комедию «Глубже» с Александром Палем. Мы ещё выпустим «Девушку нелёгкого поведения». Мы выпустим «Любовь без размера» с потрясающей... Не надо так на нас смотреть. Мы тоже её не знаем. У нас все такие сейчас актёры, что смотришь на них и думаешь, господи, кто ты? Ходченкова наша несравнимая. Эту мы помним, да. Это да, хорошая актриса. Ну и «Спайс Бойс». Это всё русские наши отечественные картины. А по названию слышно? «Спайс Бойс». Нормальное такое наше уральское название. За исключением дедушки лёгкого поведения. Это... Проверенный с Де Ниро. Да, совершенно верно. Вот затесался. Ну, это же хорошее кино про то, как такой старикан-разбойник учит ботана внука, как правильно, грамотно жить вообще. Мне очень нравится это кино. Совершенно верно. Я вот подозреваю, буду именно таким же старикашкой, когда ко мне придёт внучок и скажет «Деда, а как?» Деда расскажет. И более того, даст попробовать. Слушай, ну не завидую я твоим внукам. Чё это? А вот. Я тебя хорошо знаю, они тебя пока ещё даже в глаза не видели. Да ты меня знаешь хуже всех. Ну, конечно, конечно, давай. Мы про кино говорим, а не про то, насколько хорошо я вас знаю. Так, ну смотрите, ещё и разножанровые фильмы, да? То есть можно пойти в кино со своей второй половиной, с мужем и женой. Можно с детьми, да? Правильно понимаю. Что вот для деток подойдёт? Сейчас же просто, да, бум детских фильмов должен был бы быть, по идее. Да, у нас на носу школьные каникулы. Вот. И специально под школьные каникулы мы выпустим анимацию студии «Константин Филм». Это «Повелитель драконов». Выйдет он 29 октября. Это та студия, которая нам подарила в своё время фильм «Парфюмер» Патрик Азюскинда. Вот. Ну и, в общем, из анимации на этом, пожалуй, всё. Ну а если не анимация, ну там вот фэнтези семейные. Какой-нибудь там «Последний богатырь-2» вот что-то там ходят слухи. «Последний богатырь-2» он выходит под Новый год. Хитрые. Совершенно верно. И вообще под Новый год очень много всего, и дожить бы, как говорится. Карнавала не будет. А вот это вот уже следующий вопрос. Какие у вас прогнозы-то, что говорят-то в кулуарах? В общем, у нас на днях снесли последний голливудский проект с ноября. Это очередная франшиза «Бандианы». Снесли, это в смысле перенесли на позже время, да? Совершенно верно. Компания «Метро Голденмайер» и «Юниверсал» на 21-й год, на апрель, вновь заявили дату. И, в общем, тут последовала, скажем так, цепная реакция после этого переноса. Есть такой глобальный кинотеатральный оператор «Сини Ворлд», который владеет 120 кинотеатрами в Великобритании, и у нее 540 площадок в Северной Америке. В общем, они решили закрыть свою сеть кинотеатров до лучших времен. Сами? Сами, самостоятельно, потому что работать пустыми залами... Лучше стоять закрытыми, чем работать пустыми залами. В общем, формулировка такая. Слушайте, ну это, с одной стороны, наверное, и правильно, потому что порожняк-то гонять, как говорят у нас на Руси, действительно тяжело. Ну а как у нас происходит? Насколько у нас заполнены залы? Ну, несмотря на то, что Роспотребнадзор нам позволяет заполняться на 50% с соблюдением социальной дистанции этих профилактических мероприятий, мы еще с того момента, как запустились 9 сентября после карантина, ни разу не достигали такой наполняемости. Совершенно верно. То есть народ боится ходить в кино? И это тоже, и боится, и отсутствие в репертуаре каких-то значимых проектов, которые обычно генерируют, скажем так, трафик в кинотеатры, их тоже нет. И мы очень сильно зависим от американского рынка, и все эти факторы и новости о закрытии кинотеатров, это, конечно, негативная для нас и для всей индустрии в целом новостная повестка, потому что глобально студии, мейджоры, им нужно оживление всего рынка, то есть они не готовы выпускать свои проекты как-то локально, точечно, в одной стране, в другой. Они ждут глобального, скажем так, потепления. А почему? Ну, то есть есть же возможность заработать хотя бы где-то? Или нужно вот... Почему? Ну, есть проблема пиратства. И если на одной территории фильм выходит, то пираты по всему миру быстренько его дублируют и выпускают на своих территориях через торренты по всем известным каналам. Ну, то есть культура у нас все еще не появилась. Культура просмотра фильма за деньги. Ну, вот опять же, пандемия показала, что какие-то кинотеатры, они там, онлайн-кинотеатры я имею в виду, открывали какой-то бесплатный период, там, условный месяц, да, а потом люди по привычке, ну, в общем-то, они поняли, что это удобно, это классно, ну, и там готовы заплатить там условные 200-300 рублей в месяц для того, чтобы смотреть кино. Мне казалось, что культура здесь поднялась. Или это не так? Это не так. Еще во время пандемии стриминговые сервисы зафиксировали отток, то есть первый месяц, да, а потом для того, чтобы продлить подписку, видимо, что-то ёкнуло, как говорится, и, в общем, поток, отток именно онлайн-сервисов наши операторы тоже почувствовали. — Ну, то есть даже вот эти вот 200-300-400 рублей, это все-таки заметно ощутимая сумма. — Если их умножить на миллион. — Нет, я имею в виду какого-то конкретного человека, вот, ну, то есть почему этот отток произошел, то есть здесь все равно вот мы на халяву, да, значит, мы этот пробный период подключили, а потом все-таки ушли, да? — Да, потом народ ушел, ушел на какие-то, возможно, на альтернативной площадке. — Тут возникает тогда вполне закономерный вопрос. А, я его обязательно задам в аккурат после небольшой рекламы, поэтому, друзья мои, говорим сегодня о кино, о премьерах, о новинках, о всех прочих чудесах этого искусства, а мы помним, что важнейшим из искусств для нас является кино, я полностью согласен с этим деятелем культуры и политики. — Скоро вернемся, а пойдем. — А пойдем. Важнейшим из искусств для нас является кино, поэтому, друзья мои, мы не смогли обойти эту тему. Ну, а вот сейчас самое время там про безопасность и про все такое поговорить в кинотеатрах, это же тоже важно. — Да, разговариваем мы сегодня, я напомню, с Алексеем Ворожцовым, директором сети кинотеатров «Континент Синема». Еще раз доброе утро. — Доброе утро. — Слушайте, ну, давайте по чесноку. Сейчас каникулы грядут у многих, многие рванут. Насколько сильно вы подготовлены, во-первых, к потоку народному? Это раз. А во-вторых, насколько, скажем так... — Безопасно. — Да, этот поток народный будет чувствовать себя в ваших залах. — Ну, наша задача обеспечить, как повторюсь, я уже говорил, не более 50% загрузка кинозала. Эта загрузка контролируется нашей билетной системой в автоматическом режиме. — Ну, то есть никаких вот этих желтых скотчей, там, вот крест-напрест, претянутых... — Да, хотя мы видим, что какие-то кинотеатры занимаются вот этим творчеством. Но у нас... — Хендмейдом. — Да. Система автоматически рассаживает гостя. В рамках одной транзакции можно купить, если это одна семья, члены одной семьи могут купить билеты вместе. Но как только эта транзакция проходит, вокруг этой семьи в рамках одного ряда блокируется место слева и справа. То есть соблюдение социальной дистанции. Масочный режим — это обязательно. То есть... — Добрая бабушка на входе даст тебе маску, если что. — Да, проконтролирует твою температуру. И это те меры, которые мы должны соблюдать на основании постановлений губернатора. — Ну, то есть романтичные вот эти вот... — Обжималки? — Обжималки, да. — Почему получатся? — В масках? — Ну, они будут еще больше романтичнее, понимаешь? А вообще препятствие, оно как бы подталкивает. — Места для поцелуев вообще-то, а не для обнимания. Обнимание-то ладно, а вот а поцелуи как в масочках-то? — Смотри, наша-то как расстроилась, а? — Конечно. — А зачем еще в кино ходить? Ну, не фильмы же смотреть, честное слово. — Что вы так на меня смотрите? — Нет, это совершенно правильный ход мысли. Потому что вы же понимаете, что молодой человек никогда не пригласит девушку на просмотр фильма на телевизоре дома. Ну, нет такой культуры. — Была раньше, была. Если у тебя был видик, ты был пуп земли. К тебе ходили люди. — Видеодвойка. — Нет, видеодвойка — это ты вообще король. Ты круче, чем даже там, я не знаю, чем мэр города. Видеодвойка — все. А еще если кассета первого, как говорится, дубляжа или как там называется, я не помню сейчас, первая копия. — Мастер-копия. — Да-да-да, тогда ты вообще все. Круть. — 3-8-5-0-9-2-3, есть у нас звонок. Доброе утро. — Доброе утро. — Здравствуйте, Сергей. — Здравствуйте, Сергей. — Всем приятного дня. Ну вот во всем этот рассказ слушаю, слушаю, как бы, ну вот вообще никак не завлекает пойти в кино, да? Когда можно так интересно, знаешь, с риском для штрафа скачать там то все пятое-десятое, знаете, зачем платить, когда нужна какая-то халява классная, тогда народ пойдет. — Вот. — Понимаете? — Халява. — Мы это понимаем. — Она нужна нашему народу. — И это следующий вопрос нашему гостю. Халява. Это вообще очень спасибо вам за то, что натолкнули на мысль, да. Вот видите, видите мнение слушателя? Это глаз народный, я бы к нему прислушался. Есть какие-то акции у вас сейчас в эти сложные времена, чтобы меня как посетителя, а у меня еще в кубышке осталось несколько железных купюр, замлечь к себе? — Да, есть у нас новая акция, называется она «Растище». И все молодые люди в возрасте до 23 лет могут посмотреть любое кино в любой день, даже в выходной или в праздник за 150 рублей. — Прекрасно, Андрей, ты пролетаешь. — А кто тебе сказал, что я не молод? — Ну, я видела твой паспорт. — Ну, ты никому не говори. Как еще раз называется акция? — Растище. — Растище? — Да. — Слушайте, повезло людям до 23 лет. Я вот, к сожалению, тоже уже не попадаю. Но в целом, конечно, привлекать молодежную аудиторию, опять же, с девушкой сходить, да, пусть и в масочках, но все равно... — Тактильные ощущения никто не отменял. — Я вам хочу сказать. Они подчас более интересны, нежели эти вот ваши места для поцелуев. Но ходят же слухи, что если ты попадаешь вот на такую, скажем, акцию, то показывают какую-нибудь дрянь? — Нет, абсолютно любое кино, без ограничений. Захотел посмотреть «Довод», пошел на «Довод», захотел посмотреть «Мулан», пожалуйста. Так что здесь муки выбора каждого. — Слушайте, это здорово. Можно не уходить из кинотеатра, по крайней мере, несколько часов. — Ну, по крайней мере, когда тебе 23, 22, 21. — Я, честно говоря, до сих пор мучаюсь. Я боюсь идти «Мулан» смотреть. Вот честно. Не потому, что я какой-то там ненавистник китайцев. Наоборот, я большой фанат, и Диснея, в частности. Но я расстроился после показа фильма «Король лев». Я очень боюсь вот эти переделки. На ваш субъективный взгляд, удалась она или нет? — Ну, на секундочку, касса «Короля льва» превзошла кассу последних «Мстителей». Просто «Мстители» работали недолго, а «Король», он работал в долгую, работал несколько месяцев, и он, конечно, нас цифрами порадовал. Это, скажем так, наоборот. Если мы «Короля льва» видели в первоначальном, скажем так, анимационном исполнении, то перевыпуск, он был такой больше, как будто бы художественный. Это 3D-анимация, как всё вживую. То здесь этого приёма нет. Это кино. Правда, оно там с возрастными ограничениями. Мы буквально вчера обсуждали, что если бы компания Диснея его выпускала в более широком возрастном цензе, там 0 плюс или 6 плюс... — А сейчас? — 12. — 12, ага. — Да. То у этого фильма было бы больше шансов собрать кассу и... — То есть там, наверное, присутствуют какие-то масштабные батальные сцены, которые в мультике показаны так, прострелом, да? — Ну, конечно. Мулан — это всё-таки девушка-воин, и любое попадание в кадр, там холодного оружия, сабли — это уже ограничения по возрастному цензу, и здесь уже... — В общем, я в шоке, на самом деле, от того, что у нас очень странные возрастные вот эти вот прибамбасы, если честно, то есть у меня субъективный взгляд на этот мир. Почему-то вот Волков, ну погоди, это гадина, да? Шерлок Холмс тоже негодяй, ему там трубку заштриховывают. А вот все остальные — да пожалуйста, да легко. Так, хорошо, чем ещё порадуете? Какие ещё, может быть, акции у вас существуют? Что там ещё интересного? Чем зрители-то завлекаете, кроме премьер, и вот этих вот 150 рублей? Хотя для меня 150 — это важно. — Попкорн. — Попкорн — это да. — Ну, попкорн — это наше всё, как говорится. — Не, ну правда же! — Ну вкусненько же! Ну вот так вот по жизни, ну нафиг он не нужен? Попкорна в кинотеатре приходишь, и прямо руки сами тянутся. — Жрёшь, жрёшь его? — Да и мы сами жрём. У нас же есть и контроль качества, правильно? Закладку приготовили, пошли покушали. Мы же должны понимать, что мы продаём. — Не, ну правда, это, кстати, ещё одна моя нелюбовь к кинотеатрам, вот это вот жраньё сзади меня. Народ, значит, заходит в зал, такое ощущение, как будто они там, знаешь, как в последний раз идут. — Так вот о чём мне речь? — Бургеры, вонища всякими вот этими вещами. И потом я смотрел фильм про динозавров, как сейчас помню. Я смотрел фильм, это было такое глубокое погружение, что сзади меня как ездили, как они, диплодоки жрали сидели. Я думаю, господи, вот это эффект. — 5D. — Но всё зависит от фильма, от контента. — От культуры людской! — И от этого тоже. Какие-то серьёзные фильмы, которые заставляют человека переживать, они, конечно, так не хрустят, как хрустят, не знаю, фильмы Марвел, допустим, на которые целенаправленно народ идёт и смотрит. — Такое развлекалово. — Да, да, попкорн-кино. — А, кстати, вот по поводу попкорн-кино, а всё-таки серьёзные фильмы представлены у вас в кинотеатре? Мне это прям важно, потому что я уже не совсем большой любитель Марвела. — Вот опять же хочу вернуться к нашей Елизавете Петровне Глинка и фильму «Доктор Лиза», который мы выпустим на следующей неделе. 21 числа у нас состоится предпоказ в 19.30. Ещё раз вас приглашаю. Это серьёзное кино, которое, возможно, станет одним из лучших фильмов, которые вы посмотрите за последние годы. Это я вам обещаю. — Ну, остаётся у нас буквально минутка. 385-09-23. Есть телефонный звонок. Доброе утро. — Доброе утро. — Доброе утро, Максим. Екатеринбург. Сегодня пятница. По-любому надо, конечно, в кинотеатр. Это так, тезис. И, конечно, кинотеатры в наше время — это очень такой расширенный отдых, который позитивно влияет на настроение наших граждан, так скажем, я обобщенно скажу. Но единственное, конечно, вот эти вот культуры, как смотрят, это пиво, тащат, там, я не знаю, там, столько пива тащат. Как будто они, я не знаю, там, посещают три пара сразу за один пятый. Это, конечно, впечатление маленько понижает в этом плане. Пускай переходят на мороженое. Это вот моё мнение. Спасибо. — Вам спасибо за звонок. — Спасибо. Да, вот такое мнение. Действительно, культура, ну, немножечко у нас странает. — Я просто сейчас пытаюсь, я смотрю сейчас, кто играет в фильме «Доктор Лиза», и, честно говоря, заинтриговали. Хаматова там играет. — Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. — Да, Хабенский, Бурковский, Писарев. Ну, вот... — Ну, такой состав, как... — Хаматова не снимается, скажем так, в каких-то таких проходных проектах. Она слишком хорошая актриса, в моих глазах, по крайней мере. — Это точно. — Да. Итак, друзья мои, вот спасибо вам за то, что пришли и рассказали. Но обязательно приходите ещё, потому что это интересно. — Что пригласили. — Да, 8.27, друзья, мы ненадолго прерываемся. Пойдём в кино. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. 3,4 FM. 320,5 FM.